Девушки отдыхают Вот был в библиотеке Принес, как вы просили Книга будущих командиров И вот солдатики Так, хорошо, призвав на помощь дисциплину Начнем урок Книгу солдатиков мне на стол положи, пожалуйста Но больше не опаздывай на урок А то вызову Юрия Александровича в школу Друзья, слово предоставляется Самому почтенному И уважаемому члену античного движения СССР и России Евсеенкову Юрий Александрович Юрий Александрович Друзья мои Добрый день Хотелось бы рассказать Что лежало в основе Моего интереса к античности Сформировал его Мой отец Евсеенков Александр Корнеевич Который преподавал Историю древнего мира Послевоненные годы Игрушки Большой радостью Воспринимались детьми Но несмотря на их дороговизну Он покупал их мне Как любому ребенку Одного танка Одного десятка солдатиков Было мало Тогда отец покупал Бумажных воинов Что вызывало у меня В свою очередь Интерес Самому начать их мастерить Время шло Я повзрослел Однажды прочел Книгу будущих командиров И заболел ею На всю жизнь Она несла в себе Особую магию Магию солдатика Сын создавал Огромные армии И пробовал играть Со всеми товарищами По мотивам Этой книги Анатолий Васильевич Митяев Родился 12 мая Далекого 1924 года В селе Ястребки Рязанской области Знаменитая книга Будущих командиров Самая известная работа Анатолия Васильевича Митяева Она переиздавалась Несколько раз И была невероятно Востребована мальчишками Она уводила нас В другие времена В далекие страны Обещала захватывающие И будорожащие Воображение военные приключения Пацаны Листая страницы Мечтали стать Полководцами Офицерами Свершать подвиги Гордились страной И героями Которые в ней жили Может быть Именно таких книжек Не хватает Сегодняшним мальчишкам И вот сегодня Мы поговорим О правилах Которые были написаны По мотивам Этого легендарного Произведения Нужны были Правила игры И я Принял активное Участие В их создании Написаны Они были Моим почерком В альбоме Для рисования И снабжены Всем необходимым До быстрого Игрого Восприятия Если у меня Было время Я выступал В роли Судьи Потом Уже В 90-е годы Роли Посредника На первенцах Десятого Легиона На второй Базе Клуба Расположенного По адресу Проспект Солидарности Дом 1 Корпус 2 В настоящий Момент Правила Устарели Но Исторический Момент Продлил Жизнь Солдатиков Они Стали Краша В руках Моего Сына И внука Спустя 40 лет В 1981 Мою коллекцию Пополнили Модели 15-сантиметровых Солдатиков Из мягкой Пластмассы Донецкой Фабрики Игрушек Или Дзи С прекрасной Детализацией Выпуск Этих Солдатиков Начался Как раз С 1975 Года По разным Источникам Продолжался Вплоть До 1991 Года То есть До момента Появления Военно-исторического Клуба Десятый Легион Для своего Времени Это были Раритетные Наборы И выпускались Они по заказу Отечественного Советского Производителя Всесоюзного Объединения Новый Экспорт По передовой Западной Технологии Они были созданы Для игрушечного Фехтования Но оружие Викингов Не вынималось И набор Викингов Подвергся Быстроконверсии Древних Германцев У меня Был отряд Маленьких Легионеров А больших Римлян Зинь Выпускал Что повергло Меня Уныние Тогда Александр Предложил Мне сделать Несколько Римлян Из картона Пластилина Фольги И жести Оружие Регионера Вынималось Уже Из рук Модели Их Можно было Даже Потрогать И сражаться Для этой цели Я снял Копию Римских Шлемов И оружие Через копирку Из книги Будущих Командиров Ну и Бесспорно Без моего У отца Нам бы не удалось Создать Нормальные Правила Организовать Игровой Процесс И тем более Уж Исторично И грамотно Покрасить Все эти Фигурки Но Фигура Казалась Очень сложной В изготовлении И не стала Массовой Поэтому Последующие Модели Подверглись Упрощению Всего Их было Сделано Несколько Штук Поэтому Походу В Кречевский Музей Города Гринджик Каллета 1982 года Имел Некую Солдатистскую Детализированную Предысторию Значит Вот мы Специально Изготовили С моими Учащимися По сути Точную копию Ремейк Тех самых Воинов Которые мы Изготавливали В те годы Ну Здесь Естественно Использованы Последние технологии Достижения Ну Чтобы В общем-то Игрушка была Ярче И интереснее Ну В общем Принцип Тот же самый То есть Вот Вынимается Оружие Соответственно Можно этим Всем Фехтовать Щит Вот Как это И положение Выдержать Да И удар Наносить Ну Все как Мы сегодня Делаем Ну И в общем-то Даже Можно это Пилом Было Пометать О О Так вот Уважаемые Зрители Нашего канала Хочу вам Представить Гостя Который Всего Обстоятельства Вынужден Общаться С нами Дистанционно И С его Разрешения И одобрения Я засчитаю Текст И Приветствия Вам Синицын Игорь Андреевич Из города Смоленска Моделизмом Занимаюсь Со школьной Скамьи Вначале Собирал Модели Бронетехники И фигуры На тему Великой Отечественной Войны Но уже Более Двадцати лет Как сменил Тему И коллекционирую Войноисторическую Миниатюру в классическом масштабе Один Тридцати двум Это Пятьдесят Четыре Миллиметра И только в металле На тему Рим И его враги Темой Рима Увлечен С самого детства И как только В продаже Появилась Эта Миниатюра Полностью Перешел На нее И собрал Уже Неплохую Коллекцию Когда Моя коллекция Миниатюра Уже Выросла Вспомнил Свою Давнюю Идею О многомодульной Батальной Диораме Которая Родилась Ищего Времена Коллекционирования Бронетехники В то время Моделей техники Было еще Немного А хотелось На диораме Показать Как можно Больше Вот уже Четвертый Год Работая Над диорамой Из местной По многочисленным Пабликам Вконтакте Битва В Тевтобурском Лесу В дальнейших Планах Продолжение Темы Тевтобурского Леса И события Того же Года Оборона Зимнего Римского Форта Ализон Ныне Халтерн Диорама На тему Пунических Войн Подобрал Уже Достаточно Число Миниатюры Которое Представлено На фото А теперь Друзья Давайте Погрузимся В магию Военно-исторической Миниатюры Для этого У нас Есть все Возможности Миниатюры Миниатюры Валерий Анатольевич Митюков Один из Соавторов Правил Типажа 2000 С которым В общем-то Мы активно Сотрудничали И сегодня Мы продолжаем Нашу Плодотворную Работу И Валерий Анатольевич Согласился Прийти к нам И ответить На целый ряд Вопросов Для нашего Канала Валерий Анатольевич Добрый день Здравствуйте Рад вас видеть Здравствуйте Сереж Здравствуйте Да пребудут С вами Бессмертные Боги Величия Рима Ну что У нас сегодня Довольно Обстоятельный Разговор Он пойдет О наших Милых Солдатиках Валер Расскажите О вашем появлении В клубе И предыстории Создания Правил Игры Да Конечно Сергей В Санкт-Петербурге И в вашем Клубе Появился В 99 Году Приехал я Из города Кандалакша По работе Где 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 уже Несколько лет Мы занимались Примерно Тем же Самым Только На другом Конечно Уровне На другой Базе Материальной Но Солдатики У нас уже Были Пластиковые Несколько Иностранных Ферм Были Кашины Солдатики На подставках Были Правила Икры Поле Игровое Ну а В 99 Году Я Увидел Объявление В одном Из магазинов О том Что ваш Клуб Собирается Что есть Такие люди Что меня Очень удивило Потому что Я же Несколько лет Учился В Петербурге Но ничего Такого Не знал Ну То что я Застал В клубе Конечно Меня Потрясло Очень сильно Потому что Большое Количество Людей Оловянная Миниатюра Готовые Правила Игры Которые Действовали Функционировали И Просто Было Для меня Потрясением Потому что Там были Описаны Все особенности Античных Античных Сражений Все Характеристики Воинов То что Собственно говоря В первоисточнике Прочитать нельзя Там Есть масса Данных Описательных Но нет Конкретных Указаний Как они Выглядят Что они делают Первый человек С которым я Очень серьезно И долго Общался Это конечно Был Александр Горец Очень Грамотный Начитанный Отзывчивый Кто сегодня Победит Я еще не решил Но У македонской Коалиции Шансы Значительно Выше Полуторократное Превосходство В коннице Незначительное Превосходство В пехоте И трехратное Превосходство Превосходство Чтобы мы Могли играть Самостоятельно Потому что Если в Питере Это все было Спосредником Можно было Не задумываться То на нашей базе Мы должны были Сами разобраться Без чужой помощи И поэтому Прорабатывался Каждое слово Каждая буква И закупалась Миниатюра Авторская Олавянная Миниатюра Но Уже в процессе игры Мы поняли Что есть Большие недостатки То есть Хотя система Вся отлажена Все работает Все Уже Недостатки Уже было Эти не скрыть Они были видны То что потрясало Что Ну во первых Масштаб один Кодом Горьшел Во вторых Бросались Пригоршнями Кубики Бесконечно И Просто люди Ворошили их Непрерывно На столе И перебирали Значения В общем Все это Довольно Гнетущее Оказывало Воздействие На психику Потому что В наших играх Использовался Компьютер И все эти Расчеты Были не видны То есть Мы просто Набирали Такие-то Значения В компьютере В том числе И эти правила Я написал Код на Бэйсике Для компьютера Спектру И Мы их Опробовали Все работало То есть Набирали Отряд БКТ Все характеристики Водили Дистанции И он выдавал результат Что столько-то Воинов Так-то сражаются Такой-то результат Столько-то погибло Столько-то Застрелили Столько-то Убили Все это Выдавало Апофеозом нашей работы Легендарных 90-х Стали наши с вами Авторские правила Типажа 2000 Античность Республика Которые делались Под авторскую Миниатюру Типажа Расскажите Про Игровой движок Нашей системы В чем его Особенность Инновационность И перспективность Ведь Правила и сегодня Наши актуальны И играбельны Пожалуйста Да Конечно Я готов Ну Что-то Мне придется Повториться Потому что Сергей У нас уже Назвал Основные Причины И проблемы Ну Я постараюсь Уточнить Еще более Значит Причины Главные Три причины Начало Этой работы Это Первая Кризис Масштаб Один к одному Это совершенно верно Сергей заметил И переход Более масштабированным Играм Мы выбрали Масштаб Один к десяти То есть На Одной фигурке Изображает Десять Воин И В рамках Тех Правила Уже было Невозможно Играть Вот Уже нужно было Делать Что-то свое Дальше Второй Кризис Это Использование Массовое Использование Кубиков Тоже Была Проблема Сформулирована Она была Частично Конечно Решена Тем Что Была Написана Программа Но В Санкт-Петербурге Она не получила Распространение Потому что Компьютеров У людей На руках Не было И Не могли Просто Это использовать То что Дети Наработки Это же были Потому что Это было бы Как-то Продлило Существование На этих Старых Парах Но Не сложилось И Третья Тоже Очень важная Проблема Это Проблема Системы Комплектования Самих Армии Краков И Сложившиеся Перекосы В этой Системе Сложилось Доминирование Огромных Фаланг Тяжелой Пехоты Тяжелой Конницы То есть Все Персонажи Имеющие Более Легкое Вооружение Они Играли Очень-то Растепенные Роли И Не могли В рамках Той Игровой Системы Противостоять Как-то Противостоять Более Тяжелым Вооруженным Боинам То есть Слишком Была Упрощенная Система Представление Но Александр И еще Не скрывал Там У него Написано Для Запада И Она Ну То есть Игра Она Отражала Довольно Узкие Реалии Столкновения Именно Фаланг С Легионом Допустим Фаланг С фалангами Но Более Легкие Войска Они Терялись По Этим Правилам Было Невозможно Ими управлять Или добиться Какой-то Победы То есть Они были Обречены На поражение Изначально Из-за Содержания Текста Павел Из-за Позиции Посредника Потому что Посредник Не менялся Никогда И у него Было Своё Представление О тех Временах Сражениях Которые Он По-моему Так и Не поменял До сих пор Итак Мой последний Вопрос Итак Вы создали Довольно Уникальный Продукт На базе Игрового движка Популярнейшей Игры Путь героя Расскажите Подробно Об истории Создания Развития Своего Мода Да Конечно Готов Значит В 2008 Году Меня Член Нашего Легиона Познакомил С этой Игрой Так что Кстати Иван Паннов Принёс Мне Эту Игру Показал Как она Работает Это Была Ранняя Версия Истории Героя Mountain Blade Это Фирма Отели Вордс Её Продукт Ну Это Издание 2008 Года Когда Она Уже Локализирована Была У нас В России И Основное Достоинство Это Фирма Турецкая Они Не Пожалели Доступа К Коду И Выложили Ну Практически 90% Кода Было Выложено В доступ И Это Позволило Людям Творческим Создавать Колоссальное Количество Модификаций И Превращать Эту Средневековую Игру В Игру Любой Эпохи Там Сейчас Фактически Это Огромное Количество Модов На Тему Фэнтези Истории Средневековья Античности То есть Сама Игра Игра Фонатична Моды В общем Моды На Эту Игру Затмели Популярность Самой Игры Значит В 2008 Году Игра Вышла В России Локализация В России В 2009 Году Я К ней Обратился А в 2011 Играя В очередные Моды Я Увидел Изделия На тему Древнего Рима Впервые Что Меня Во-первых Порадовало Во-вторых Очень Огорчило Потому что Когда я увидел Содержимое То есть Это Было Просто Нелепице И Задело Меня До Купиной Души То есть Обладая Довольно Большой Информацией Опытом Я Решил Хоть Как-то Исправить Ситуацию Сначала Я Работал С Историей Героя С Первоначальной Этой Версии И Работал Только С Текстовыми Файлами Без Доступа К Коду Но Даже Так Мне Удалось Создать Версию Для Игры Где Уже Были Представлены Римской Империи Даки Галы Германцы То есть Несколько Древних Народов Со Своей Одеждой Вооружением В 2011 Году Я Понял Что В принципе Это Тупиковый Путь Заниматься Вот Таким Поверхностным Редактированием Я Приступил Уже К Глубокому Изучению Самого Кода Игры Всех Файлов И И В 2012 Году Когда вышла Очередная Версия Модульная Система Уже На эпоху Турниров Продолжение Игры Второй Тоже Локализировано В России В общем С помощью Доступа Коду Уже Стал Создаваться Совершенно Оригинальный Продукт Я бы Просто Поражен Когда Вы Мне Рассказали Что Вы Проделали Особенно Когда Увидел Себя Меня Это Породило Ну В общем С 2012 Года Вот Непрерывно Работа Продолжается Были Обновления Мода Даже Два Раза В месяц Обновлялся Когда Работа Шла Интенсивно Сейчас Где-то Каждые Полгода Выходит Обновление И Очень Значительное Зато Ну Раз в полгода Но Очень Много Изменений Поэтому Люди С энтузиазмом Все это Скачивают Устанавливают Играют Типит Жизнь Я знаю Там Очень Много Желающих А Мою Работу Обычная Ее Оценка То есть Мне Люди Пишут С разных Стран Одно И Тоже Что Я Купил Эту Игру Чтобы Играть Ваш Мод Выше Оценки Я Уже Не Знаю Ну Вот Я Подведу Некоторые Итоги С вашего Позволения Ну Понятное Дело Что Значит Все Смогут В эту Игру Поиграть Потому Что Сегодня Молодежь Очень Любит Сидеть В Компьютерах Посмотреть Изучить Мы Дадим Обязательно Сноску На Старый Сайт Десятого Региона И На Наш Форум Где Валетович Является Модератором И Духовным Техническим Вдохновителем А Вот Сейчас Мы Перейдем Непосредственно К Самим Солдатикам Мы Сейчас Оставим Некоторое Количество Отряда Чтобы Показать Как Работает Наш Играбельный Движеб Системы Боже Катапульты К бою Стоп Октавиус Погоди Это не твоя битва Гигант На нашей территории Эй Человечек Джет Да Слушай Я ведь вовсе не гигант Ясно Я среднего роста Ты на нас высока Глядишь Повторяю Я не гигант Ясно Это вы крохотные Может мы и крохотные Но у нас Огромные сердца Образно выражаясь Я говорю лишь о том Что вы Миниатюры Тихо Римская империя Не имеет границ Не делай этого Чего Октавиус Чего этого Устроить quantidade Черт Ну вот опять же небольшая предыстория Действия происходят где-то на германской границе Я думаю недалеко от Рейна Здесь мы наблюдаем Иключительно Войска 10-го легиона Хотя опять же 10-й он на востоке Но гипотетически Как бы их вызвали Римская армия выдвигается И внезапно Из лесу выкатывает Засада Германских племен Значит здесь мы видим Племена хаттов Хирургсков Даже мы видим часть нумери Которая в общем-то выдвигается по дороге Я естественно играю своей фигуркой Вот она А Владимир Мой старый товарищ по 10-му легиону Уж простите меня уважаемый коллега Вам придется играть за германцев Я объясняю почему Потому что ну кому же я дам Под командованием 10-й легион Да никому Ну что начнем Соответственно первый цикл Инициатива у лимен Они должны очистить Сильюк И должны наступать То есть мы должны решительно Сбить засун германцев И продвинуться максимально На возможную дистанцию Сразу говорю что машины у нас Развернуты Мы видим Наличие Большого запаса Осликов Которые в общем-то Несут боеприпасы Первая моноболиста Так 6,4,10 Отклонение Право Один кубик Три Ну вот на 3 сантиметра Ну ты попал все равно Ну в центр я же Да попал Идут в атаку Римские легионеры Вопрос только Поприму Они с поворотами Ну вот это ты должен решить Как они опять Да по прямой Но на самом деле Если честно Уважаемая коллега Я хочу предварительно У меня же сирийские ученики Они у меня Наверное Пока еще Я бы хотел бы Вот тот симпатичный отрядик Плотно построенный Когорты вперед Когорты 15 сантиметров Видишь Если по прямой По прямой По прямой Пока им еще не мешают Кофедур По прямой По прямой Подставочку я удалю У этих Освеневших Лучший серийский Сзади мы убираем По носу По прямой А по сюда Вперед Устаним Попалим Вот Германцы Не в состоянии Пока ничем Воздействовать Я думал Хотел совершить Небольшой Вот До сюда Вот мы доехали И тут же отдал команду Добро спасай А босс Влез На следующий ход Ну что первый цикл Мы отыграли Уважаемые зрители Нашего канала Вот мы вплотную Приблизились К окончанию Нашей серии Да Мы сегодня Поговорили об истоках Когда в общем-то Все начиналось И выяснили Что у истоков Находились Хорошие книги И те самые Солдатики Бумажные Потом оловянные И сегодня Мы вплотную Подошли К событиям Далекого 1998 года Когда В Аалине В Германии Пересеклись Именно две ветви Это Военно-историческая Миниатюра Типажа Правда Выраженная В традиционных фигурках Немецких Прилогерей Нюрнберга И именно Античной Военно-исторической Реконструкции Ну Оставайтесь с нами Да пребудут с вами Бессмертные боги Величие Римской империи Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok